Обвязка фурнитуры по всему периметру Арочные волокна Вот эта штучка маленькая Здравствуйте, ребят, как я и обещал Маленький видос про нашу арочку, которую мы сделали Благодаря фурнитуре от компании Зигеня Мы с ней работаем давно Но вот именно арку такую поворотную откидную Что бы получилось в таком варианте Это у нас первое Плюс к этому, что у нас еще профиль широкий Тут 80-мм И для этого нужна хорошая фурнитура И нужны хорошие руки, чтобы это все сделали Как вы видели У нас лестничная площадка У нас лестничная площадка И на этой площадке Хозяева решили сделать арочное окошко Почему мы сделали ручку с этой стороны Сейчас многие скажут Ручка нужна была с этой стороны Нет, ручка, ребят, нужна с этой стороны Потому что если бы она была с этой стороны До нее бы не дотянуться Нужно стоять на краю лестницы С этой стороны до нее легче добраться Зачастую это окошко, я не знаю, там будет открываться раз в год Чтобы ее помыть И, я не знаю, раз в две недели На проветривание, чтобы проветрился дом В этом арочном окне мы использовали Не только фурнитуру поворотно-откидную Но мы использовали арки Мы туда засунули и железо Мы нарезали специально П-образную арматуру Засунули ее, закрутили саморезами Это в обязательном порядке Потому что окошко у нас снаружи ламинированное И от солнца она расширяется От холода она немножко сужается И вот это, если бы не было железа в ней То была бы большая головная боль С этим окошком Несмотря на то, что мы поставили хорошую фурнитуру Теперь я возьму камеру И постараюсь вам показать Немножко принцип фурнитуры Но сначала скажу Фурнитура у этого арочного окна Она идет, у нее цепка вся по периметру Она вся по периметру закрывается Дайте я вам минуточку покажу Главный механизм, который нам позволяет Конечно, чтобы эта окошка у нас не провисала Это приподниматель Ну, это вот есть простой приподниматель Который от компании ZK Вот это он Он и служит как Первый антизломный механизм, скажем так И вот эта штучка, которая маленькая Она, скажем так, играет одну из самых главных ролей Сейчас объясню почему Вот наша нижняя цапфа Так, дайте я так сделаю, чтобы было заметно Это нижняя цапфа Это ролики, которые зарезают на вот этот приподниматель И у нас окошко Вот оно Ей не позволит никогда провисать Но тут есть другой нюанс Чтобы окошко открылось на проветривание Ее нужно немножко приподнять И вот это нам позволяет Вот этот второй механизм Который, вот он Спускается вниз И вот он двигается Если вы обратите внимание Вот оно Окошко закрыто И когда у нас идет Повторный механизм Вот Она немножко поднимается вверх Потом она немножко Отпускается вниз Не знаю, если видно Немножко поднимается вверх И немножко опускается вниз Для чего-то? Для того, что вот наверху там Где фурнитура Там есть специальные ножницы Вот где верхняя фурнитура Там есть специальные ножницы Чтобы Чтобы эти ножницы попали Один на другой То их При регулировке Нужно Тщательно Чтобы Между ними Не было никакого взора Чтобы они попали Прямо рядом с Одним с другим Чтобы механизм хорошо работал И для этого Вот нам нужен Второй преподаватель Про который я говорил То, что нам позволяет Вот этот Поворотный механизм Чтобы он работал В отличном состоянии Постарался Немножко так Досконально объяснить Не знаю, если получилось Но Если видео понравилось Ставим палец вверх Подписываемся к нам на канал Смотрим следующее видео Следующее видео У нас обзор нового дома Который В нашей практике Это один из самых крутых домов Который мы будем делать Там Огромные пакеты Под 3,50 В длину Ну и 3 метра в высоту И там Очень крутой монтаж Там Очень крутые окна И Скоро вы это увидите До свидания